здравствуйте наши эдиторы и также другие кому будет полезна эта информация новички начинающие эдиторы хотел вам хотел дать рецензию на проект который вышел на нашем канале бьюти в канаде nature 6 часть вот это должен быть был проект трехчасовой проект с релакс музыкой и со звуками природы красивая природа красивая медленная музыка для релакса и хорошо озвученный богат озвученный проект звуками вот и хотел указать какие не недочеты в проекте какие ошибки сделаны чтобы будущем вы не повторяли их задумывались цель проекта какая цель этого проекта и также здесь будет указано ошибки самого фильм мейкера ну начну я сам сам с плохого когда на позитивная потом скажу сначала я хочу рассказать о фильме кири 8 мало этот наш фильм мекер огниус он по-русски не общается он он красиво снимает но что-то в этом проекте он как-то очень сняла simple basic шанс по-английски по русски то перевести очень простые кадры которые не ну не сильно привлекает смотреть их человека ну как бы они скучные их много много макро кадров скучных вот ну давайте вот проект начинается и мы что видим мы видим водопад красивый кадр да но здесь что мы видим забор этот забор уже он уже уничтожает этот кадр потому что красоту этого кадра потому что это уже не некрасивый кадр когда мы снимаем забор ну фильм мейкер должен был снять без забор у него зум хорошая линза можно было что хочешь как хочешь пропозумировать озвучка и также эдитор который тоже понимал цель проекта что должна быть чистая природа но никаких вещей которые просто отвлекают от этой картинки и который просто портит картинку эдитар должен был не включать это в проект но он включил дальше идем указываю на ошибки фильм мейкера я просматривал этот проект и очень-очень много плохих композиций вот это красиво но есть и плохие они просто повторяется он про он снимает на часто ма макро кадры макро речки ну вот это красивый попадаю честно красивый просто а тут такой не тоже ничего это красивый ветка мешает можно было бы за то ветки ну вот такой кадр он не интересный такой кадр он не интересный ну не надо так близко снимаете речку так часто то есть можно показать но много композиций просто который не интересный который не интересный потому что таких таких речек ну навалом у меня около дома повсюду в природе то есть вот такой кадр я говорил вот зачем такой кадр ну ничего тут интересного нет в этом кадре но мы не приехали в канаду чтобы снимать такие кадры да мы приехали показать красоту канады то есть это можно снять в любой реке около вашего дома то есть ошибка фильм мейкера была в том что он снимал иногда не интересно вот такая как здесь композиция но она не не очень интересно не очень красивая она просто скучно и такие скучные композиции они портят сам релакс вот это хороший и а как бы портят сам релакс вот такая какая-то но тут нечего тут снимать давайте посмотрим думать в эту композицию что здесь снимать и здесь просто камни и речечка и вот это ничего здесь не интересного нет снимать вот и вот это такие композиции они просто скучный то есть это не то мы показываем красоту канады а здесь а эти кадры не описывают красоту это просто макрос кадры речки и их слишком много здесь вот такой еще более-менее нормальной композиции да но есть просто вот такая ну что здесь красиво ребят ну травка ну ну зачем ее так но есть много вот это еще более-менее тут хоть капелька есть но тоже не лучше вот здесь камни и и все вода то есть и таких много кадров в проекте и они не интересны вот это уже 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 это макро это интересный макро но есть много такого что я бы сказал бэр композиции композиция панпа плохая композиция то есть она не интересны но вот здесь что здесь интересно ну так что конечно это претензия не к эти трубу что наверное дитар монтировал все подряд ну а претензия именно к фильме кирпу потому что вот это красивая на спорю то есть есть красивый я а моя цель просто улучшить этот проект чтобы были только выбраны самый красивый это красивая почему что я речка чистая крустальная до камни видно такие композиции красивый но вот такие они некрасивы а вот еще композиции ну что но это портит просто наш проект целый зачем нам показывать вот этот электричество электрические электричество вот это снимать я понимаю что мы хотели у так снять но как-то надо снять чтобы не было ни домов ни заборов зачем это а если уже так сято то такое не они не надо включать в кадр в природу потому что это просто ну портит портит пейзаж вот это еще нормально а вот вот здесь нашел плохую композицию ну конечно птичка он ради птички снимал а так бы если бы не птичка то бы было здесь просто не интересно не интересная композиция ну вот таких кадров примитивных простых старайтесь их мало снимать потому что они не показывают красоту природы это можно как я сказал около своего дома мне выйти и снимать такое на балу хоть целый день с ними все сиди и и снимаю каждый камень на речке ну вот это еще нормальная композиция но вы поняли понимают это красивая композиция вот вот это такая такая ну вот эта композиция ну но так себе как бы ну вроде сойдет ну вот таких не надо тут ничего снимать не надо так вот снимать этот кадр потому что здесь ничего интересного нет такого навалом повсюду есть вот это нормально то есть есть красивые но говорю что моя задача искоренить из проекта плохие композиции и также дайте странах мог бы их не включать и проект бы был проект бы был просто более интересным если вы только были включены красивые были откинуты некрасивые композиции потому что я бы тут откинул с десяток с 20 композицию таких некрасивых но вопрос поймет ли это что такое красиво что нет чтобы он не откинул сначала красивых вот потому это уже другой вопрос тут надо понимать тут иметь надо художественный взгляд иметь понятие какая композиция красиво какая нет некоторые это это имеет некоторые имеет это некоторые не имеет вот потому и вторая претензия это звук звук я дал задачу озвучивать озвучивать богатым звуком природы проекта то есть музыка плавно и красивая и на бэкграунде хорошо слышно звук давайте будем прослушивать звук здесь красиво здесь нормально вот кстати композиция никакая нормальная композиция звук он может быть нормально вот это звук но я его не слышу я слышу ручеек еле-еле но я хочу поглубже услышать этот ручье я хочу почувствовать что я там на природе я хочу услышать то есть не про неправильно звук балансы звука музыки и природы то есть природа очень тихо что мы не слышу чуть-чуть громче чуть-чуть громче но но тоже в меру громко чтобы не заглушить музыку вот по чуть-чуть громче вот ибо было бы намного оживленная картинка ну вот такая композиция тоже не очень-то интересный если озвучена но есть не очень озвучена здесь хорошо озвучена здесь погромче я не слышу я слышу музыку я еле слышу звук природы а здесь что за композиции страны ну чё-то она мне не очень нравится потому что много нефокусе вот это нефокусе кадров они просто закрывает эту же композицию как-то некрасиво это уже более-менее нормально что видно водопад но мы его не слышим водопад то есть иногда местами мы не слышим просто звук природы он есть там еле-еле звук этого ручьяка мы не слышим птичек где обогатить и птичками лес обогатить и птичками лес нету такого богатого звука красиво эта композиция ну здесь нормальный звук к музыке я не имею претензий вот что хочу похвалить это цвет он сделаны правильно корректно и музыка хорошая подобрана а вот эти недостатки надо устранять включать вот я бы этот не знаю ну ну это на любителя но что здесь показывает вот такой кадр ну ладно его много и так нету но все равно это болото ну может я не про может может какая-то тут 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 я я хочу чтобы проект был очень интересный чтобы человек видя каждый кадр как бы восхищался есть такие очень примитивные кадры которые просто ну не удивят человека понимаете чтобы человек удивлялся о как красиво о как красиво да но некоторые кадры просто не не удивят ему я не спорю я тоже допускал ошибки когда начинал но такие кадры вот как этот ник кого не удивят не будут тут не нечего снимать то есть ну это да для больше для агниуса ну и так же вам хочу тоже нашим русскоязычным фильм мейкером объяснить что старайтесь снимать такие кадры которые вот это красивый кадр да он макро и он красивый а этот не очень ну бревна плавает ну так себе этот кадр там мухи какие-то летают еще ну как как я говорю надо устранять вот эти такие некрасивые проекты это еще нормальный это красивый кадр то есть эдитор должен понимать какой красивый какой опять мы наткнулись на этот кадр здесь кадр мы проводим панораму да ну тут не очень-то красиво еще более что забор чем мы здесь хотим показать ну этот еще можно оставить то есть есть некоторые такие пустышки кадры я бы их так назвал кадры пустышки которые просто надо выкидывать и не включать проект но понимать какие пустышки какие красивые это уже конечно второй вопрос если у эдитора художественный взгляд это уже второй вопрос но всем спасибо за внимание как и сказал я не хочу говорить сказать что проект совсем все плохо сделан нет я просто указываю недочеты чтобы улучшить чтобы сделать его идеально классно а так он неплохо сделан на четверку потянет ну ты там четверка с минусом можно вот четверка вот так нестабильная четверка потому что много таких недочетов которые просто испортили проект проект был бы и намного интереснее но так спасибо за внимание всем пока